В эфире Первого Ярославского. Утреннее телерадио-шоу Первая Студия. Доброе утро, дорогие друзья! А вот она и пятница, а вот оно и 27 апреля. Рады всех приветствовать. Первая студия начинает своё вещание для вас. В студии находится Дмитрий Московский. Здравствуйте! Диляра Байбикова. Доброе утро! И Роман Кассиян. Всем привет огромный, дорогие друзья! Друзья, завтра, я думаю, небольшой рабочий день, а потом большой выходной 30-го, 1-го и 2-го. Успокоил, успокоил. Поэтому, друзья, пятница, она всё равно прекрасно осматривает. Остаётся пятница, и вообще. Про пятницу, остаётся пятница. Правильно, Демокрит? Друзья, сегодня мы разыграем билет в кино на очень крутое кино, как вы узнаете по ходу эфира. Ну и, конечно же, давайте начнём этот день с главных новостей от Дмитрия Московского. Новости. Улицу Свободы освободят от рекламы. В день города в Ярославле появятся улицы Золотого кольца, и ярославской семье, у которой родилась тройня, дадут миллион на квартиру. Начало восьмого в Ярославле, а самом главном прямо сейчас. Продолжается большая кампания мэрии по зачистке центра Ярославля от рекламы. На улице Свободы рабочие во всё отрывают от зданий длинные вывески, и власти планируют очистить все исторические здания от плакатов. В этом году ко дню города Ярославль получит особый подарок. В центре появятся улицы Золотого кольца России, и так назовут территорию часовни Александра Невского и Фонтанов. Здесь устроят реконструкцию старинного бала, привезут сувениры со всех городов Золотого кольца, организуют развлечения для детей и будут выдавать паспорт туриста. Улица будет работать с 10 утра до самого вечера, только в день города. Семья Светланы и Андрея Смирновых, у которых родилась тройня, получит деньги на покупку квартиры. Как сообщили в правительстве региона, сумма единовременной выплаты составит 1 миллион рублей. Кроме того, семья имеет право на получение материнского капитала и ежемесячное пособие. Всего за последние годы в регионе 26 семьях надеялись одновременно трое детей. 20 из них уже получили адресную материальную помощь на покупку жилья. Далее курс валют на сегодня. Доллар стоит 62 рубля 60 копеек, а евро 76 рублей и 18 копеек. Вот такие новости к этому часу и сейчас. О погоде нам расскажет Деря Рабаевикова. Друзья, пятница. Что готовит нам за окном погода? Давайте посмотрим. В пятницу по центральному региону скользнет очередной атмосферный фронт, который отметится мощными облаками и скоротечными дождями. Но показания термометров останутся стабильными в рамках многолетних норм. Итак, днем до плюс 12, ночью до плюс 2. Дождички нас ожидают, друзья. Ветер западный 4 метра в секунду. Давление в норме 749 миллиметров ратутного столба. В эфире первого Ярославского утреннее телерадио шоу «Первая студия». Друзья, ну давайте теперь к теме эфира. Сегодня мы с вами поговорим про комиксы, раскроем, какие же существуют вообще в мире. Но самый главный вопрос, на который сегодня мы расскажем, друзья, есть вселенная Марвел, есть вселенная DC, есть Супермены, есть Железные Человека. И все это огромное множество мы сегодня разведем по двум направлениям. Раскроем вообще, кто эти люди, зачем они нужны. Люди ли это? Люди ли это? Те, кто, допустим, нас включили, такие, ой, я это не люблю. Друзья, останьте с нами, посмотрите, это интересно. Те, кто фанаты, быстрее ближе к экранам. Ребята, ребятишки. Обзванивайте всех друзей. Еще быстрее, сегодня говорим про Марвел, DC, в целом все комиксы, ух, дождались. Ну и, конечно же, вы можете принять участие в интерактивном голосовании прямо сейчас. Звоните нам по телефону, звоните, 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 как говорится. Да, 685011, это если вы, соответственно... Смотрите экранизацию, любите смотреть экранизации комиксов, и 685012, если нет, вам оно не нужно. Такое мнение тоже принимается. Потому что вы сами пишите комиксы, может быть, может быть, так. Игру ВКонтакте, первая студия, ищите, подписывайтесь, и там у нас большущие опросы. И, конечно, ждем от вас туда и приветы, и, соответственно, свои мысли в целом по поводу комиксов и экранизации комиксов. И, конечно же, сегодня в «Играх разума», друзья, мы разыграем билет в кино 744-636, совсем скоро дадим задание для вас. Ну и давайте уже потихонечку начинать разбираться в этом многообразии, как говорится, суперлюдей и так далее. И, как Рома правильно сказал, есть две основные вселенные. Вселенная Марвел и вселенная DC. Давайте начнем... Такие соседи, да? Соседи, да, такие конкуренты. Скажем так, эти вселенные живут во вс... Мы с вами, по идее, этих комиксов, живем в этих вселенных, они где-то рядом. Именно, именно, да. Давайте начнем со вселенной Марвелов, наверное, и расскажем вообще про нее. Комиксы начались с 1929 года. Ну а вообще вселенная комиксов, это означает то, что герои комиксов, которые как бы выпускались с одной компанией, в один прекрасный момент встречаются друг с другом и начинают общаться. Вселенная Марвелов является одной из самых крупных. Вообще, вот как правильно также Рома заметил, в этой вселенной, в принципе, вот наше время. Наше время, 21 век, и вроде бы все хорошо, такие же люди, тот же технологический прогресс. Но, когда дело касается оружия, там вступают какие-то сумасшедшие вещи. Скажем так, есть... Когда мир в опасности, да, в общем, кто-то появляется. И технологию-то вообще мы с вами попали в то время, когда здесь основные события. А так, некие герои жили за 100 лет, за 200, за много-много миллионов. Ну вот про героев давайте расскажу. Симпатяга, красавец Крис Эванс, он же капитан Америка. Вообще, так получилось, что он очень хотел стать суперсолдатом, но в итоге, в итоге, да, он был таким хлипким, патриотичным юношей. Вот, и правительство решило испытать на нем супергеройскую сыворотку. И теперь он супермолодец, у него есть суперпрочный щит, который он метает во все стороны, и этого парня многие боятся. Вот такой вот капитан Америка. Да, 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 да. А когда мир в безопасности, вот на этом щите можно что-нибудь приготовить, и костре, например. А вот, как локки его использовать, да. Вот очень известный мужчина-железный человек. Это же Шерлок Холмс. Ну, практически. Это Тони Старк, который играет в железного человека. Итак, друзья, вообще он гений, миллиардер, и все у него прекрасно. Но когда-то было так, что он попал в талибский плен, и именно там, в груди у него застрял осколок. Из подручных материалов он просто взял и соорудил себе там бронированный костюм. Ну, в итоге оказалось, что со встроенным огнеметом. Потом, в итоге, когда... Случайно. Случайно абсолютно из плена выбрался, и пошло-поехало. И теперь он действительно красавчик, шутила, юморист, а еще и с костюмом красивым. А это Халк, ребята. Этого чувака можно весной встретить в любой качалке, понимаете? Там обязательно такие есть. Это главный тренер, собственно. Да, Халка играет небезызвестный Марк Руффало. Вообще, в чем прикол? Это был обычный ученый Брюс Баннер, и он изучал гаммы радиации. Но в какой-то момент как бы излучилось, и вот тиченький ботаник превратился вот в такого вот зеленого монстра. Когда он нервничает, он вырастает в пять раз и превращается вот в это чудище. Движемся дальше. Следующий герой Тор. Его играет просто секси-мвол Крис Хенсверт. Вот, Тор вообще на самом деле нетипичный марвеловский персонаж, потому что, если кто знает мифологию, да, как говорится, это не мутант, не гений, не космический пришелец, это бог. Бог Рома и Молнии, да, скандинавский бог. То есть вы там все возитесь в своих качалках, я просто бог. Ну классно, да, вот они его включили. Есть у него волшебный, как говорится, молот, который он тоже может метнуть так, что мам не горюй. Красотка, умница, красавица, черная вдова Скарлетт Йоханссон. Вообще, в чем ее фишка? Она как-то пришла наниматься к Тони Старку, секретарши, вот. И ближе к финалу у нее обнаружились нешучные способности, я вам скажу. Рукопашный бой, фантастические гаджеты. И, между прочим, по комиксам она суперская шпионка и российская, причем зовут ее Наташа Романова. Она же на стола. Она пришла работать, потому что как раз была шпионкой, вот. Поэтому она тоже давно-давно-давно существует. Наташа Романова, запомните это имя. Романова. Романова. Наташа. Еще один симпатяга. В Турции, да, Турции любят. Наташа, Наташа. Скалиный глаз, друзья, это суперснайпер, который умеет попасть луком куда надо, падая спиной вниз с небоскреба, и у него это получается здорово. Тоже очень известный персонаж. Как многие шутят, говорят, окей, у женщиного человека есть специальный костюм, да, там у кого-то сверху он говорит, ты просто стреляешь из лука. Ты просто стреляешь из лука, а как ты попал туда? Ну и давайте за финалем просто очень известным, очень популярным персонажем это Локи, которого играет британец очень популярный Том Хиддлстон. Вообще это бог Трикстер, тоже скандинавский, тот, который любит пошалить, как говорится. Его еще сравнивают немножко с выросшим Драком Алфо из Гарри Поттера. То есть вот он вырос... Он какой-то мутный вообще, я вот смотрел в кино, да? Он очень странный, он очень непредсказуемый, он может выкинуть какую-то необычную шутеху, у него всегда вот эта вот ухмылочка гуляет на лице. Это брат Тора. Вот так уж вышло, что они по разным сторонам выбрали один черный, другой белый. Вот это основные персонажи. То есть Тор вот периодически поколачивает, да? Поколачивает, да, ну и Локи доставляет. Если взять, соответственно, то прилетели они вообще из других галактик, те миры, которые давно управляют, и там есть свои, соответственно, своя вселенная, киновселенная Марвел, и они там собираются, соответственно, ко мне бесконечности, которые впоследствии собираешь все, ты будешь владеть вообще всем всем миром. Это большая история, и, соответственно, те персонажи, о которых рассказал Диляра, это лишь маленькая часть того, из чего идет вся вселенная. Друзья, эфира не хватит, чтобы рассказать про всех персонажей, но давайте потихонечку возвращаться в нашу вселенную, на студиюскую. Но мы не вернемся, мы, наоборот, садимся и отправляемся в другой. На космолёт. То есть на ту сторону забора, короче, да, перемещаемся сейчас к нашим соседям. Несколько соседей, а сколько противопоставления вселенной Марвел отдельной. Я попытаюсь, если сказать, не по персонажу, а в целом как раз взять всю вселенную. Вторая, друзья, вселенная — это DC. И я думаю, вы, по крайней мере, хоть одного человека здесь знаете. Как человек, супергероя. Да, друзья, что ж такое вселенная DC? Да, вот видите, Супермена — это меди-франшиза, основанная на комиссах издательства DC Comics, разработанной кинокомпанией Warner Bros. Pixers. На данный момент вышло пять фильмов в серии. Это «Человек из стали», он же Супермен, нами всем привыкшим. Ой, красавчик. «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости был такой фильм, и все ждали, соответственно, столкновения. Далее «Отряд самоубийц» также выходил в фильм на экране. Многие думают, что это просто фильм. Нет, друзья, это часть, опять же, медиафраншизы и часть вселенной DC. Многие вообще думают, что это просто идея для фотосессии, потому что очень много в интернете было с девочек вот этих сбитых. Далее, с чем знакомили нас и с каким фильмом представления уже вселенной DC, это «Чудо-женщина», тоже совсем недавно, год назад, примерно, выходил на экраны. И после этого «Лига справедливости», друзья, это то самое противопоставление «Мстителям», скажем так. И, соответственно, друзья, что же здесь происходит? Если та вселенная, Марвел, ищет и борется против злодеев, которые ищут Камни Бесконечности, чтобы поймать мир, то вот «Лига справедливости», они тоже спасают мир, но спасают они от другого. И ищут, соответственно, они... Марвела. Да, смотрите, они, соответственно, ищут специальные три материнских ящика, Mother Box называемых. И вот, соответственно, все эти герои... Вот, кстати, показали нам, конечно, да, вот это замечательное «Чудо-женщина». И вот это тот самый замечательный фильм, где мы видели представление «Супермена». И вот, да, вот они, друзья. Это та самая «Лига справедливости». Я назвал лишь часть тех героев, которые там будут появляться. На протяжении многих-многих лет тут и сиквелы, и приквелы. В общем, ни один десяток лет будем ходить в кино, чтобы понять всю вселенную DC. Но, грубо говоря, скажем так, если вы видите «Бэтмена» и «Супермена», это вселенная DC. Если видите «Железного человека», «Человека-паука», то это вселенная Марвел, что будут развести. И поклонников, друзья, на самом деле, по всему миру миллионы на одной стороне, миллионы на другой. Но поговаривают, что больше всего любят... О, Марвел. Это в двух словах, друзья. Они потому что смешные. Друзья, давайте напомним про интерактивное голосование. Дим, что там происходит у нас? Да, у нас все просто. Большинство любит экранизации комиксов. 60% голосуют за слово «да». За слово «нет» нас голосуют 40%. Напоминаем, телефоны, если вы за экранизацией, то 68, 50, 11. Если вы против экранизации комиксов, 68, 50, 12. И не забывайте про «Контакт», у нас там тоже идет голосование. А там, кстати, классный опросик. Какой ваш самый любимый, самый крутой супергерой? Тут такой выбор. Ребята, глаза разбегаются. Пока, насколько я вижу, голосует закалка «Стражи Галактики», но все-таки побеждает Илья Амуромец. 52% Илья Амуромец и точка. Кстати, можно в комментарии дописать свой какой-нибудь вариант, ребят. Здесь первый ряд у Сергея Ватина пишет «Где человек-пылесос?» Да, необходимый порой супергерой, который нужен всем домохозяйкам. Или «Человек-жена», который вообще все выручает во всем просто. А ты жена-пыльник, да? Я, конечно, да. Ну, правда, я очень люблю свою жену, она меня всегда выручает. Ты называешь ее «Человек-жена», а я хочу. Мне кажется, он называет только, когда ее рядом нет, потому что это чревато. А человек-жена может расстроиться. Я забыл, что я в прямом эфире. Друзья, ну что же, напомню, что мы сегодня разыграем еще обязательно билет в кино, поэтому следите за эфиром «Игры разума» не загорать. Ну и давайте вспомним о том, что все-таки все вот эти экранизации, они же выросли из комиксов. Поэтому давайте прямо сейчас сделаем небольшое сравнение. Те самые герои, о которых мы привыкли на экранах, давайте посмотрим, как они выглядят еще и в комиксах. То есть изначально из чего рисовались, да? Изначально, да. Первое источник, как говорится, вот она красотка-чудо-женщина из DC, про которую рассказывал Рома. В принципе, в принципе, похоже. Одно лицо, да? Она похожа на зену «Королева войнов». А если бы в фильме она была бы такой, то категория была бы не 16+, а 18+. 18, да. Слишком открытый прикид у «Чудо-женщины» сложно в таком сражаться, наверное. Сражаться, да, где доспехи-то. Включиться попадет, не дай бог, в копье, и все. Да, 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 за ключицу я тоже переживаю, правда. Все дело в ключицах. Итак, это кто? Это Росомаха, ребята. Ух ты, ух ты, ух ты, какая красота. А вот почему-то дяденьку нам, наоборот, раздели, понимаете? Ну, там такие кубики, что хочется посмотреть, как говорится. Ну, да, 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 я понимаю. Хью Джекман был так. Да, сейчас вот мы снова покажем, да. Это даже не выдержит, понимаете, энергетика от Хью Джекмана. А это, соответственно, Наташа Ростова, та самая. Романова. Романова. Наташа. Все, он избил меня с этим Ростовой. Все. Ну, в принципе, в принципе, очень похоже. И по костюму, да, цвет тоже волос совпадает, но длина чуть другая. Да, каким был Тор, каким Тор... Ну, в общем, что скажешь, в комиксах он носил шапку. А живой нет. А еще он, помимо, более накачанный, вот так, видите, вот эти бицуха там. Нет, шлем-то есть у него, видишь, у него в ногах шлем. А, в ногах, да. Это когда за угол уже ушел, мама не видит, а он так снял его. Ну, Тора, кстати, отрисовали вообще практически один в один. Похож, похож, да. Ну, и красавчик Джокер, красавчик Джокер. Да, кто знает, кто это слева? Да, кто это? Да, кто это слева? Конечно, солист группы 30 Seconds to Mars. Это Джаред Лето, уже не один взявший Оскар. Вот, в принципе, вжился в роли Джокера. Слушайте, здорово, здорово. Ну, есть схожие, да, вот эти вот черты. Вот так вот выглядит они. Кстати, после отряда самоубийств очень многие копировали как раз образы Джокера. Вот, поэтому... Да, друзья, вот так вот экранизация порой попадает в то, что было в комиксах. Порой не попадает. Но вот смотрите ли вы после этого экранизацию, напомню, телефоны прямого эфира 6851, 682012, это голосование. Но у нас есть своя вселенная, ребята. И что нам говорит вселенная? Что нам говорят звезды? Планетные звездочки. Узнаем прямо сейчас. Давайте послушаем гороскоп. Гороскоп. Поговаривают, что сам Локи привез нам этот гороскоп, друзья. Но это не точно. Овны, общение с людьми доставит массу приятных впечатлений сегодня. Тельцы, есть области жизни, где вам будет необходимо окончательно пересмотреть свое положение. Близнецы, день предназначен для творчества и отдыха. Раки, найдите уединенное место и просто пофантазируйте. Левчики, у вас сегодня, возможно, романтическое свидание или поездка в гости. Девы, в сфере финансов, принимая решения, пересмотрите все варианты. Весы, лучше проведите этот день с любимыми. А вот вы, скорпешки-скорпиончики, пожалуйста, оставьте близких попой в покое. Надоели, видимо, немножко. И побудьте сами в одиночестве. Стрелец, неплохой день для налаживания и укрепления взаимоотношений любых. Козероги, не стоит зацикливаться на прошлых обидах и неприятностях, смотреть вперед и в будущее. Водолейчики, сегодня необходимо следовать правилам и законам. Только сегодня. Рывы, переговоры стоит отложить на более подходящее время. Друзья, ну что же, мы с вами сегодня говорим и про экранизацию комиксов, и про саму вселенную, не только эту. В разных странах есть свои комиксы, мы их сегодня обязательно расскажем. И вот в преддверии этого, подводясь, прямо сейчас «Игры разума». Итак, друзья, все внимание на экран, и вопрос звучит следующим образом. Кто эти персонажи комиксов? Позвоните, пожалуйста, уже после 7.30, и нужно назвать, как их звали... Всех вместе? Это банда, да? Молодая семья завела кота. Это Дима-версия, версия Димы. Друзья, ваша версия, пожалуйста, позвоните, назовите, где они были, и как назывались эти персонажи. 744-636 уже после 7.30. Короткая реклама, вернемся совсем скоро, говорим про комиксы в нашей студии, друзья. Совсем скоро чемпион Кубка Харламова Георгий Иванов. Пообщаемся с ним, поэтому не переключайтесь. В эфире первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Доброе утро, друзья, ну что же, продолжаем, продолжаем эфир. 27 апреля и 7.21 в Ярославле. Сегодня мы с вами говорим про супергероев, комиксов. Напомним, кстати, что есть у нас опрос в Винконтакте. Телефон прямой эфира 74636. А это Дмитрий Московский. Диляр Байбикова. Роман Кассиан. Ну и, конечно, отвечайте на интерактивку на нашу. Любите ли вы экранизации комиксов? 67% опрошенных отвечает, что да. Если вы так же считаете, 68-50-11, 68-50-12, если нет, как 33%. Напомним, что звонок бесплатный, поэтому дерзайте. Ребят, ну, знаете, мы сегодня все говорим о каких-то заморских комиксах, да, но при этом мне кажется, что у нас с вами тоже есть где-то загадка. Хороший трюк. Да-да-да, на лошку сыграем сейчас все. Балалайку, гармонию едут. И медведь зайдет. И, ребят, вот я сейчас предлагаю нам поиграть в такую простую игру. Ну, вот давайте мы вспомним наших русских народных таких персонажей мультиков и попробуем им придумать какие-то суперспособности. Давай, пожалуйста. Да, давайте посмотрим. Вот первый персонаж наш, это вот такой человек... Это человек-пылесос? Мой додыр, да. Это почти человек-пылесос, может быть, человек, стреляющий водой. Кстати, у него, видите, как у Капитана Америки, есть тазик на голове. Нет, на самом деле мой додыр-мен был бы какой-нибудь... Нет, мне кажется, он полотенчики метает, да, вот такие вот острозаточные, накрахмаленные. Ну да, он врагов укутывает в полотенце, да, и им становится жарко. А он делает морковку из полотенца, понимаешь? И просто бэм-бэм-бэм. Слушай, а мне кажется, что на самом деле мой додыр, он отмывает бездомных. Вот, и делает из них, устраивает их на работу, вот, и все. Он, то есть, грубо говоря, делает добрый дед. Остросоциальный герой. Да, это социальный герой. Спасибо, дилер. И у него есть злой брат мой додыр, который отмывает деньги. Да, да, да. Они же есть два злых брата. Да, и он просто с ним... Вот смотрите, вот про этих персонажей что можешь сказать? Что у них за способности? Есть много варенья? Ну а подожди, подожди, это же не руссконародный персонаж, если начнем с того, что... О, какой ты зануда, а! Подожди, подожди, не на стол. Да, думаешь, что это за персонаж? Что у него за суперспособности? Он наш персонаж уже. Карлсмен, да? Карлсмен, да. Ну что он будет делать? Так смотрите, у него пропеллер, он может там вырубать героев, то есть просто прокатываясь по кругу и так... Слушайте, я знаешь, что я хочу сказать? На самом деле это Железный Человек наш, наша версия. Потому что, обратите внимание, Железный Человек сидит сверху, и ему ничего не делается, когда пропеллером ему там сзади шерудят. Понимаешь, Металич, ничего ему не делается, все в порядке. Не прошибешь просто. А это волка! Все, больше добавлять не надо. Фраза. Это человек и так сойдет, все. И так сойдет, мэн, все нормально. Вы сами себя убьете, все. И так. Все нормально. Почему кладку не так? Где мост? Почему они не провели геодезические исследования? И так сойдет, и все. Все нормально будет. Ой, красавчик, герой красавчик. Пожалуйста, да, обольститель. Бачо-мен? Да, бачо-мен. На самом деле, мне кажется, что... Вся сила в галстуке? Нет, основная сила его, это говорить одну и ту же фразу, и он ей просто людей доводил до сумасшествия. Ну, заяц, ну, погоди, и все, и все-таки хватит. Слушайте, а может быть, у него сила вот в этой арбузной шапочке? Нет, как вы считаете? Может быть, там тоже запрятаны какие-то суперспособности. Гуляет арбузными косточками. Когда он ее снимает, у него такой луч. Вот так вот он. Вот так вот делает. Может быть. Ты смотри, сейчас кто-нибудь смотрит, еще ремейк снимут, как на ну погоди, и там будет он с лучом бегать. Вот. Вот, ребят, что это за сцена вообще? Давайте подумаем. Из супергероя. Ну, смотри, сова это мастер йода, наверное, вообще вот такая вот она. Пришел, Винни-Пух, ты ко мне за мед. Вот. А с Винни-Пухом не знаю, что делать. Он просто толстенький милаш. Ну, давай, Винни-Пуха оставим, как был, да? В общем, у него все нормально, он просто много ест, да? Ребят, ну, а это Тор, все очевидно. Да, безусловно. Либо они будут работать в паре с Майдадыром, мне кажется, просто. Он либо будет помогать Пахову брату отмывать деньги, либо, наоборот, бить брата, который отмывает деньги вот этой штукой. Да, ну, вот это у нас... Вы помните, да? Психоделика, да. Этих людей. Маша и Медведка. Да, Маша и Медведка. Медведка? Я Медведка. Лещинка вот эта, которая летающая. Да, у нас там редакция подсказывает, что Маша это Харли Квинн. Вот биты действительно не хватает, но мне кажется, у нее где-то в платочке там она запрятана. Она точно может, да, вот всех мочить, да? Но знаете что? Вот есть такая еще версия, что это Халк и женщина-кошка. Она на ручки хочет все время, да? Поэтому она на стене сидит. Сколько у тебя этих персонажей, Дима? Да, вот еще один остался. Ну вот, ну что тут скажешь? Потеряшка, это персонаж Потеряшка. Персонаж... Нет, опять же... Он ищет камни бесконечности, собирает их себе, вот сюда, вот на иголки кладет. Если вы вспомните Икс Мэнов, вот, то там была такая, я не помню, кто, которая в синее превращалась. У нее были такие шипы. Вот, это наподобие что-то этого. Ну что-то наподобие, да, того... Синяя шипастая штука. Но ведь, что он собирает камни бесконечности, по-моему, лучше. Он быстрее собирает просто Локи и всех. Бешочек такой у него ходит, ходит, да. Так что, ребят, у нас есть хороший потенциал, я хочу сказать. Мы можем тоже нарисовать комиксы. Друзья, я обращаюсь к российским киноделам. Друзья, не снимайте ремейки, то, что мы сейчас насоветовали. Оставьте классику в покое. А если будете снимать, то мы хотим свою комиссию. Да, переведите мне на карту. Диме лично. Друзья, ну, вот такие вот фантазии в первой студии. Сегодня говорим про супергероев, комиксов. И, конечно же, не только есть герои в комиксах, есть герои и в жизни. И, друзья, после небольшой крутой музычки в нашей студии появится наш ярославский супергерой, обладатель Кубка Харламуа Георгий Иванов. Уже совсем скоро, не переключаясь. А сейчас что? Танцуем! Е-хей! Первая студия. Друзья, ну все, героям к нашим, героям-людям, героям-ярославским, друзья. В первой студии прямо сейчас находится нападающий хоккейного клуба «Локомотив» и хоккейного клуба «Лока», чемпион Кубка Харламуа Георгий Иванов. Гош, доброе утро! Доброе утро всем! Ну, во-первых, сразу, сходу, спасибо огромное, уже говорил тебе до эфира. И сейчас от всех, от ярославцев, то, что, наконец-то, второй раз Кубок Харламу в Ярославле. Просто аплодисменты, спасибо огромное. У нас весь коллектив телекомпании просто орал, кричал, шумел. Мы вообще в восторге просто, да. Все орали, все фотографировались потом уже, когда Кубок привезли, все. В общем, спасибо еще раз огромное. Давай немножко все-таки эмоции прямо сейчас. Что вообще в голове творилось, когда вот понимали, что все, вот финальный свисток уже полетело, полетели клюшки. Что чувствовали? Да, было, конечно, очень много радости. Мы долго работали, долго шли. Это очень долгий путь наш, всей команды, тренерского штаба, медицинского штаба, руководства. И мы очень долго шли и, наверное, заслужили это. Безусловно, мы болели все. Я хочу про соперника просто спросить, да, потому что вот эти вот матчи, да, финальное противостояние, это похлеще, чем в комиксах, как сейчас сказать. Понимаете, там супергерои гораздо мощнее. Вот как тебе соперник, как Скал вообще? Соперник на финал был очень хороший. Лучшего, наверное, финала не могло быть. Как бы вылетели в КХЛ от Sky, встретились в МХЛ и смогли их переиграть, взять кубок. Ну, вот к слову, сезон 15-16 ты провел за Россию 18 в Новогорске. Соответственно, тот как раз сезон, когда был первый кубок Орлама у Лока, потом сезон ты отыграл уже 17-17 в Ярославле. Кубка не было. И вот, соответственно, ты попадаешь 17-18 уже играть за КХЛ. Соответственно, и КХЛ, и Лока, какие ощущения вообще, когда играешь на две команды? Понимаешь, что там уровень один, здесь уровень другой? Или, в принципе, парни рубятся так же, как и в КХЛ, вот если сравнить? Ну, плей-офф, да, рубятся так же, как в КХЛ. Там полностью в каждом моменте отдаются. Нет проходных игр, в каждой игре все отдаются и не хотят проигрывать. Ну, вот, скажем так, после того, как понимали, что вы летаете из КХЛ, появилась дополнительная мотивация, скажем так, разорвать скай, все же посмотрите. Ну, идите сюда, ребята. Ну, конечно, было, хотелось, да, доказать, что мы можем обыгрывать и будем обыгрывать их. Вот, ты знаешь, мне кажется, что вы просто специально растянули на шесть игр, чтобы это было мучительно, долго для них вот так, да? Ну, смотри, шесть игр было, да, какой матч, быть может, был переломный, почувствовали, что все, но сейчас уже будет на вашей стороне удача? Наверное, самый переломный матч был, это пятый матч, который мы играли у нас дома и который мы выиграли 2-1, это, наверное, решающий матч был. То есть ехали с настроем, что все, парни, надо брать. Да. Не было такого, что, да, сейчас, может быть, о Ярославле, то есть понимали, что все, в любом случае надо дожимать. Да, да, нет, еще не последний матч, который мы играли, а перед Ярославле играли вот этот решающий матч был, я так считаю, дома, который был. До него, ну, то есть поняли, что все, уже можно дожимать до конца. Да. Здорово. Ну, и, наверное, немножко по финальному матчу, по самому тоже, ты забил гол, соответственно, на тебе тоже один из фаллов был в финальном матче. А вот последний, да, там, быть может, не знаю, последний 20-минутка, то есть когда уже преимущество было весомое, как играли? То есть было ощущение, что все, ребят, давайте сейчас отзащищаемся или додевали до конца? Да нет, последние 20 минут, наоборот, были напряжные очень, мы же первые 10 минут играли равная игра была, счет 4-2, как бы, они забивают, и уже все, неизвестно, что дальше будет, и нам надо было первым забивать. И что ей удалось. И увлеклись, короче. Да, да. Молодцы, Гот. Ну, и все-таки про хоккей, про хоккей, все, может быть, пару слов тоже про дела мирские, все-таки хоккеисты и отдыхательные, тут ты нам сказал, что тоже... Вселенские дела, да, судя по всему, да. Ты нам сказал, что любишь ходить в кино тоже, вот какие комиксы любишь, что смотришь вообще, вот если... Железного человека, вот, люблю смотреть иногда, поэтому насмотрю, пересматриваю, который давно выходил. В общем, по сути, про самого себя, да, в общем, хоккейсы, да? Всей командой. Ну, да, да, ну, понятно, это тренер, вот, вообще, тут появилось, это еще... Насколько вообще время... Тренер Халк, наверное, да, иногда? Ну, да, да. Гоша, на сколько время вообще есть свободный у хоккеистов, все-таки, тренировки, тренировки? Ну, выходные дают иногда. А командой ходите или... Иногда, да, иногда с девушками, с родителями, с семьей. Ну, правильно, конечно, команду, скажи, так видимся целыми, да, и тут хотя бы выйти с одными. Ну, что же, Гош, спасибо тебе огромное еще раз от всей первой студии, всего первого Рассалского, всего Ярославля, огромный респект команде, тренерам в 777 за эту победу. Надеемся, что в следующий сезон возьмем еще и кубок Гагарина. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо, Гош. Ну, а прямо сейчас, друзья, игры разума. Напомню, что у нас разыгрывается билет в кино. Давайте посмотрим на экран и озвучим вновь вопрос для вас. Итак, кто эти персонажи, как они называются и в каком... Давайте подсказочку. Мультики. Мультики они были. Звоните уже после рекламы новостей 744-636. Увидимся уже совсем скоро, не переключайтесь. В эфире первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». 742 в Ярославле, доброе утро, друзья. Просыпайтесь, сегодня пятница, завтра рабочий день, но сегодня все-таки пятница, она такой остается. Дмитрий Московский, Диляра Байбикова. Роман Ксиан, да, друзья, говорим мы сегодня про комиксы, про их экранизации, про ваших любимых супергероев. Не забываем группу ВКонтакте, там можно проголосовать за своего красавчика. И, конечно же, не забываем, что интерактивное голосование ВКонтакте у нас идет вовсю, вернее, на экране уже. Вы любите экранизации комиксов? 75% отвечают «да». Если вы в их числе, 68-50-11 звоните, а если нет, то... 68-50-12, друзья. Как говорит Роман, так и делайся. Там опрос пока что лидирует у нас 50... Ну, мы спросили в целом ВКонтакте, наши подписчики. Кстати, находите нас в первом студии и вступайте в группу, подписывайтесь. 56% респондентов говорят, пока что главный супергерой для них это Илья Муровец. На втором месте идет «Железный человек» с преимуществом. И на третьем «Енот и Стражей Галактик». Вот такое. Вот «Енот» — это да. Кстати, вот первая экранизация, которую я видел в комиксах, это «Микки Маус» и там «Дональд Дак» и так далее. Вот это да, да, да. Вот, да, друзья. Прямо сейчас, да, вновь «Игры разума». Напоминаем, что у нас билет в кино на кону, поэтому все внимание на экраны. Еще раз вопрос и первые подсказочки, друзья, уже окончательно. Итак, они были в том замечательном мультике, а точнее аниме. Где был Эш, и у него был Пикачу. Соответственно, понимаем, что это за мультик, а потом назвать вот этих вот героев. Доброе утро, ей звоночек у вас. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Лена. Лена, любите ли вы комиксы? Очень люблю. Итак, кто же на экране был? Это команда «Эль» из покемонов. Из покемонов. Команда «Эр» опять в пролюде. Браво! Конечно же, аплодисменты. Любовь к комиксам помогла вам сегодня выиграть билеты в кино, с чем мы вас очень сильно поздравляем. На еще одни комиксы, получается. Еще на одни комиксы, друзья. Елем, подскажите, пожалуйста, ваш любимый герой комиксов, не знаю, из экранизации, из журнала. Любой. Ну, наверное, капитан Америка. Ну, он красавчик. Там Америка самый-самый. Ну что же, спасибо большое вам. Не кладите трубочку, расскажем, как же забрать подарок. А подарок-то, друзья, у нас? А? Билеты в кино. Соответственно, на две персоны, друзья. Уже совсем скоро премьера будет у нас в Киномаксе. Там ждет всех новые «Мстители». Соответственно, все спешим на «Мстители. Война бесконечности». И, кстати, об этом мы расскажем поподробнее, что же за новая эта часть. Безусловно, но я еще добавлю, что Лене повезло, что дата на билет открытая, поэтому она сама может выбрать, когда пойти. Поздравляем. Ну, а прямо сейчас, да, действительно, к чему мы эфир-то вообще этот наш завинтили про комиксы? Да потому что премьера «Мстители. Война бесконечности» вот уже совсем скоро. Все ждут, не дождусь. Сегодня, друзья, все побегут. Киночетверг. Все места будут заняты. Да, ну, давайте тогда поподробнее, что же ждет. Пятница. На четверг же. Сегодня пятница. Сегодня пятница. Сегодня уже пятница. Сегодня. Сегодня пятница. Ну что ж, друзья, давайте расскажу все-таки немножко про «Войну бесконечности» и про новых «Мстителей». Постараемся без спойлеров давить. Итак, что же нас ждет? В фильме «Мстители. Война бесконечности», друзья, будет задействовано просто космическое количество актеров. 30 супергероев там вас ждет. Там все нам известные, как говорится, Крис Хэнсворт, Крис Эван, будет также Скарлетт Йоханссон и Человек-паук, там Холланд и так далее. Очень круто. Друзья, вообще, в чем фишка фильма? Он станет кульминацией всех сюжетных линий предыдущих фильмов и в особенности сюжетов с камнями бесконечности. Именно поэтому и прилетает как бы Танос, посещает Землю, и тогда уже начинается настоящий экшен и Рубилова. Вообще, съемки фильма проходили в Шотландии и в Англии и прошли очень быстро с 23 января по май 17-го года. Вот так. И представляете, друзья, многие герои будут изменены немножечко. Например, Железный Человек, он новую броню приобретет, которая будет способна нарастать поверх его тела. А Человек-паук примерит костюм Железного Паука, который Тони Старк ему предложил в финале «Возвращение домой». Ну, в общем, будет интересно, будет жарко, и все, конечно, ждут. И я еще раз завидую Лене, которая у нас билеты выиграла и отправится сюда. Да, это то, ребят, всем надо идти. Даже если вы какие-то части «Мстителей» пропускали, то вот на эту сходить просто обязательно нужно. Я правильно заметил? Там енот, что ли, есть еще? Там был нарисован. Енота я, кстати, не заметила. Объединятся, друзья, многие персонажи. В общем, это кульминация, и, соответственно, вы увидите и «Стражей галактики», и всех, и всех, и всех, и всех. Прям точка отправная в дальнейшее развитие будущих фильмов. Поэтому, друзья, стоит... Надеемся, что еще 500 серий потом выйдет после этого фильма. Стоит верить, да, что все-таки будет рубило. Ну, кстати, напомню, что в сценарии фильма были заложены специальные фейковые сцены. Это нужно было для того, чтобы избежать утечек как раз спойлеров. А некоторым актерам, например, исполнитель роли Питера Паркера, Тома Холланда, и вовсе не дали вообще прочитать сценарий. Бедный Питер Паркер. Целиком, вообще не дали. Не доверили ему сценарий. Вот так, друзья, поэтому спойлеров от нас тоже не дождетесь. Стоит, я думаю... Мы их просто не знаем. Мы сами еще... Нет, мы их знаем. Мы тут прочитали немножко информацию, как вы сможете в интернете найти. Но, я думаю, лучше один нас увидеть, чем сто раз услышать. Друзья, ну а прямо сейчас немножко давайте пофантазируем, как это сделала очаровательная девушка-художник из Перми Леся Гусева. Она, понимаете, взяла и создала собственную вселенную, которая называется «Пенсионерия», чтобы показать, как будут выглядеть наши знаменитые супергерои в старости, в почтенном возрасте. Вот давайте посмотрим и попытаемся угадать, кто же эти ребята. Итак, прямо сейчас на экране появятся... Это Дэдпул, может, это? Это Дэдпул, который там рисует усики Тони Старку и Железному Человеку. Посмотрите, тоненькие ножки, но вот очень как бы такой... Но моденькая шляпа! Какой трэч! Тут азарт и вот эта вот... Шаловливость остается. Шаловливость, да. Остается. Главный шалопай, как говорится, супергерой. Да-да-да. Вот еще чуть-чуть, и он танцевать начал бедрами. Так, кто этот красавчик? Питер Паркерс, да. Это Человек-паук, да. Посмотрите, как паутина прекрасно вписывается в интерьер. Ну да, да. А Мэри Джейн, что ли, там стоит такая уже... Ну, видимо, да. Ну, судя по всему, Человек-паук в старости будет миллиардером, потому что он классно вяжет. Да, но Бэтмена, конечно, все узнали, да. И смотрите, сверху фотография, где улыбается. С Джокером, с Джокером, да. Неплохо, неплохо. Да, и вот костюмчик висит на вешалке аккуратненько. И зубы, там научились, надеюсь, заметили. И он обнимал, кстати, Джокера в виде маленькой игрушки. Харли Квинн. Харли Квинн, конечно. А посмотрите, как она использует биту сейчас свою прекрасную. Вот уже по другому назначению, вместо скалочки. Пригодилось в хозяйстве. Смотрите, там сушится ее костюмчик, да, все очень чинно, мирно и красиво. Вот, а это, видимо, внучка. Она внучку готовит, видимо, к карьере своей же, да? Это женщина-кошка, ребята. Посмотрите, красотка, умница. И у нее, видимо, сегодня день рождения. Видимо, да, дорисовала ее до столетия. Ну, да, да, нормально. Прикольно, прикольно. Видите, как на фантазию выдумка хитра, когда все-таки любишь комиксы. Представляете, женщина-кошка завела еще 40 кошек. По себе, старости. Ну, мне кажется, это логично. Друзья, если у вас подобные версии есть, напишите нам в ВКонтакте свою. По поводу супергероев. Там опрос. Напоминаем, вступайте, голосуйте. Первая студия и онлайн голосование. Любите ли вы комиксы и смотрите экранизацию? 68, 50, 11. Да, 68, 50, 12. Нет, звонок бесплатный. Пока что лидирует у нас 70% те, кто смотрит экранизацию комиксов. Но прямо сейчас... Прямо сейчас опять новости. Давайте узнаем, что в мире интересного и нового происходит помимо комиксов. Поехали. Опять новости. Друзья, ну, кто-то любит рисовать комиксы, а кто-то рисует прям на фотографиях из данных объектов. В Кемерской области администрация Тесульского района разместила на своем сайте фотоотчет, сообщив о проведенных работах по благоустройству поселка Белогорск. В ответ местные жители заявили о мистификации. Они уверяют, что надели отчет чиновников фотомонтаж. Давайте посмотрим на экран. Как придет корреспондент знак.ком, власти Тесульского района сообщили, что привели в порядок детскую площадку на улице Юбилейных. Часто все утверждают чиновники, сейчас там вместо щебня резиновое покрытие. В подтверждении своих слов они публиковали фотографии игровой зоны и акты выполненных работ. Судя по документам, на эти цели было потрачено свыше 154 рублей. Снимки вызвали неудумение местных жителей, потому что в ответ они прислали вот такие фотографии, что там сейчас нет никакой площадки. Изучив фотографии, многие нашли фотомонтаж. Монтаж, жители Белогородска говорят, что чиновники провели работу в благоустройстве в других районах с населенного пункта. Вот, соответственно, мы не ожидали никакого резинового покрытия, здесь не было, говорят общественники. В общем, ждут сейчас от администрации каких-то комментариев. В общем, вот порой, мы не говорим, что это точно, потому что, друзья, информация напомнилась с сайта знак.ком, но местные жители вовсе уже пишут, что это монтаж, друзья. Ребята, это прямо анекдот какой-то, да? Он скоро пойдет в народ. Что скажет администрация? Вот так вот бывает. Да, к вопросу о разочарованиях. Продолжу, продолжу я эту тему разочарования в Инстаграме. Знаете, когда вот эти вот вылизанные картиночки красивые. Один из журналистов решил съездить в самый длинный стеклянный мост посмотреть и очень сильно разочаровался. Вот давайте сейчас фотографии посмотрим. Вообще, в 16-м году в Китае был открыт потрясающий длинный мост, и там было столько народу, что его закрыли. Мост был стеклянный. Журналист пришел и сказал, что просто огромное количество людей, все толпятся, сумасшедшие очереди. И, в принципе, даже, ну, особо ты не успеваешь посмотреть на вот эту вот красоту стекла. Выдаются всем бахилы, но поверхность настолько уже затертая и сарапанная, что ты не можешь видеть того, что происходит внизу, и просто видишь свое отражение. Туда нужно человека Майдадыра, чтобы отмыло стекло. Именно, ну, и сейчас очереди покажу туда. 800 человек могут пройти на мост, все толкаются, все кричат, и хаос происходит невероятный. И, в общем... Все хотят снять сториз в Инстаграм просто, и все. Все хотят снять сториз, да, но, видите, это того не стоит. В итоге никакого кайфа, никакой красоты ты не получаешь. Ты получаешь огромную толпу людей, которая просто стоит и пилит фоточки, и... Не наслаждаются моментом. Не наслаждаются моментом ни в коем случае. Карпедем, как говорится. Очень грустно это все. Да. Ребята, у меня такая новость. В России скоро может появиться первый наш отечественный, я скажу, как это звучит, солнцемобиль. Солнцемобиль. В общем, это, ну, как вы поняли, автомобиль, который за счет энергии солнца будет работать. Причем, вот буквально на днях Владимир Путин посетил тот самый университет, где этот автомобиль будет создан. Университет называется Политехнический университет имени Петра Великого в Питере. И, в общем, Владимир Путин все это дело посмотрел и говорит, Ребят, ну, в общем, я лично прокачусь на этой машине. Это все, конечно, круто, но есть одна проблема. Солнца в России очень и очень мало. Вот мне кажется, напряглись создатели вот этого солнцемобиля в этот момент. Помните, как было с одной отечественной машиной, когда Путин сел и как бы заводит, и она не заводится. Вот понимаете, я очень вот просто всеми фибрами хочу пожелать создателям этого солнцемобиля, «Ребята, пусть все заработает, пожалуйста». Держитесь. А то потом забесплатно и не в космос, и не как Илон Маск запустят машину. Там как бы не сработало. Как солнца не было? Подождите, а зачем солнцемобиль, если не было солнцемобиля? В Питере, понимаете? Да, в том самом отличном городе. Ну, опять же, не забывайте Краснодарский край, там же всегда солнечное. Нет, понимаешь, это ты берешь, ставишь солнцемобильный эвакуатор, везешь его в Краснодарский край, заряжаешь, едешь обратно в Питер, у тебя кончается энергия, ты снова берешь эвакуатор, едешь в Краснодарский край, заряжаешь. Либо переезжаешь жить в Краснодарск. Друзья, вот на такой... Из Питера в Краснодар никто не переедет никогда. Там под дождями все будут гулять. Я знаю, я там был. Диму не остановите. Я просто даже не знаю, как перейти к рубрике «Ми-ми-ми», потому что очень хочется. «Ми-ми-ми» сегодня милая, добрая. Давайте скажем «Ми-ми-ми». Поехали. «Ми-ми-ми». История прилетела к нам из славного города Новосибирска. В электричке эвакуировали 166 человек, потому что обнаружили в этой электричке очень странный предмет. Коробку закрытую. Но когда ее открыли, оказалось вот это. Давайте посмотрим, что же было в этой коробке. Что же, что же, что же. Что же, что же. Бомбу такую подкинули нам. Сорвали целый электропоезд. А здесь вот такая вот бомбежка. Целых четыре заряда. Че карапузы? Че карапузы? 166 человек эвакуировали из-за четырех зарядных котиков. Здесь побывала женщина-кошка, я хочу сказать. Определенно, это уже ее рук дело. Да, это все неспроста. Во-первых, респект службы безопасности, что все-таки проверяет. Сработали. Да, сработали. Но не респект тем, кто вот так вот катят под век жизни опасности. И надеюсь, что это пристроит их, друзья. Слушайте, ну давайте потихонечку подойдем итоги. Напомню, сегодня с вами говорили про супергероев, про комиксы и не только. Вконтакте, что у нас там? Вконтакте у нас опросик. Я напомню, сегодня мы собирали мнение ваше. Самый крутой супергерой. Давай скажем, кто кроме Ильи Муромца победил? Ну, железный человек самый, если не считать Ильи Муромца, конечно. Да, есть привет от Сергея Самолетникова. Доброе утро, первая студия. Передаю привет всем. Желаю прекрасных, солнечных, радостных, ярких выходных. Как бы намекает нам о том, что завтра мы чуть-чуть поработаем. А вот 30-го, 1-го, 2-го, друзья, всем желаем выбраться на природу. Не забывайте выкидывать мусор, но и в целом отдохнуть хорошо. Ну и давайте посмотрим на наше интерактивное голосование. Оно сегодня тоже очень рьяно проходило, но все-таки я думаю, что большинство опрошенных проголосовали. Но результат можно прогнозировать каким-то образом. Да, проголосовали за то, что любят экранизацию комиксов. 75% считают, что да, это классно. Но и 25% нет. Есть такие, которым не нравится. Да, ну вот тут, кстати, мы смогли прогнозировать результат. Вот вопрос о комиксах, интересный факт. Американские ученые определили, что искусственный интеллект не может их понять. Потому что не может прогнозировать, что там будет происходить. Поэтому, ребят, читайте комиксы. Пусть вам будет интересно. Смотрите киношки. Красота. Друзья, Дмитрий Расковский, Илья Рабаевик, Роман Касьян. В первую студию в понедельник выработался... Ксюша, не в понедельник. Там же праздники, друзья. А, друзья, уйдите за новостями в группе. Скажем, когда выйдет. Когда вы будете работать, будем работать и мы. Пока, ребята. В эфире Первого Ярославского. Утреннее телерадио шоу «Первая студия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова